В России стартовали выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 8-го созыва, а также региональных и местных органов власти субъектов страны. О том, как подготовлены избирательные участки округа, расскажет Айташ Чирагова. Видны кабинки, в первую очередь. Тут у нас телевизор, дальше сами КАИП. На избирательном участке номер 1454 установили две камеры видеонаблюдения. Одна направлена на вход, в другой видны участок и работа членов избирательной комиссии. У нас члены комиссии опытные люди, много лет работающие. Все прошли тестирование по работе на выборах, на голосованиях. Все получили сертификаты. Профессионалы своего дела. Особое внимание на выборах уделяют эпидемиологической безопасности. На входе для каждого избирателя обязательное измерение температуры. Но участок пропустят только в маске и перчатках. В помещении каждый час будут проводить дезинфекцию. Плюс ручки у нас каждому индивидуальные. Это обязательно. Плюс мы сами раз в час меняем тоже свою, так сказать, верхнюю одежду, которой мы обязательно должны быть. Все члены участковой избирательной комиссии предоставили сертификаты о вакцинации и сдали ПЦР-тест на коронавирус. На каждом избирательном участке будет строго соблюдена тайна голосования. Ежедневно бюллетени избирателей, которые проголосовали, будут упаковываться в сейф-пакеты и убираться, соответственно, в металлические сейфы. И храниться там опечатанными до 19-го числа. У нас будет четыре избирательных бюллетеня. Два бюллетеня по выборам депутатов Государственной думы. Два бюллетеня по выборам депутатов Московской областной думы. К избирателям, которые не могут посетить участок по состоянию здоровья, члены комиссии придут домой с бюллетенями и переносным ящиком. Избирательные участки будут открыты три дня – с 17 по 19 сентября с 8 до 20 часов. Айтад Щерагова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.